Просто несколько слов я скажу о себе, прежде чем приступить к теме. Может быть, это как-то поможет в дискуссии. Я связан с Оксфордом. Отец мой закончил Оксфордский университет и работал в Оксфорде до 1940 года, когда он стал пилотом бомбардировщика. Мой дед был профессором Оксфордского университета и, кстати, фабианский социалист, специалист по истории, а также один из четырех основателей британской либарийской партии. Он, в общем-то, занимался и журналистикой. И до недавнего времени многие представители моей семьи занимались именно историей как дисциплина. Я стал журналистом отчасти потому, что для меня это было какой-то возможностью писать черновики истории, как мы это называем. И мне довелось очень важную часть своей жизни провести в Восточной Европе и в России. В Варшаве я жил во время военного положения в начале 80-х. Я фактически видел, как разваливается коммунизм в Польше. Затем в 88-м году в Москве, а потом с 92-го по 95-й год я постоянно жил. В Москве это был, конечно, интереснейший период исторический для России, ну и, конечно же, для меня. Итак, моя журналистская деятельность в Москве, в Варшаве, в Риме, в Вашингтоне, а также сотрудничество с Национальным общественным радио, НПР, а также с СНН в Соединенных Штатах создало некую мозаику интересов. Затем я был дипломатом в Кабуле, я пять лет работал в американском посольстве, а теперь я преподаю в Университете Джорджа Вашингтона. И также это фактически программа настроена и направлена на встречи представителей американского истеблишмента, из Сената Конгресса, комитета начальников штабов Пентагона, к встречам с журналистами по вопросам, связанным по безопасности и, говоря по правде, в Вашингтоне Дональда Трампа все это довольно непросто. При этом я еще, в общем-то, пишу и в то время, когда Америку возглавляет президент, который нередко называет журналистов врагами народа, по крайней мере, он сделал это однажды, и нередко выступает препятствием для демократического диалога в самом Вашингтоне. Я... целый ряд тезисов, которые я готов был сделать, были сегодня уже произнесены, поэтому я не стану отнимать время от дискуссии. Но, тем не менее, название моего доклада – это «Журналистика под давлением извне вчера и сегодня». Разумеется, всегда журналистика была даже в самых благоприятных обстоятельствах довольно сложной профессии. И я говорю это, понимая, что многие из присутствующих занимаются в журналистике в условиях гораздо более тяжелых, чем когда-либо выпадало мне. И я это понимаю. В 1972-м социологический опрос Галлопа показывал, что 62% американцев доверяли СМИ в репортаже. В 1972-м году, кстати, была опубликована история, Шелби говорил об этом как взлом, который в Вашингтоне привел к Уотергейту и впоследствии к отставке президента Никсона в 1974-м году. Я тогда был 20-летним юношей, затем, соответственно, вышел на экраны спустя несколько лет «Вся президентская рать». И это действительно была очень высокая, скажем, как говорится, вода для американской журналистики. В 1980-м я стал телевизионным корреспондентом для ABC News, затем писал для Вашингтон пост. Но то было, пожалуй, более невинное время. Журналистика была проще. Я помню, как в Сальвадоре во время гражданской войны я работал, и мы могли сказать «периодиста, нон диспаре». Мы журналисты, не стреляйте. И, удивительное дело, не стреляли в нас. Но сегодня это уже далеко не так, уверяю Вас. К сожалению, многие журналисты, те, которые выжили в сегодняшних войнах, скажут, что это, конечно же, далеко не так. Между 1972 и 2016 годами было закрыто в Америке около 500 газет. Значительная часть газет существенно упали в тиражах и в спектре освещаемых тем бюджеты американских телекомпаний, в частности, ABC, в которой я служил. Были действительно бюджеты эти сильно урезаны. Когда я работал в ABC, иностранным корреспондентом, у нас были до 40-50 корпунктов по всему миру. Сейчас только в Лондоне, и то маленьких. Сотни журналистов погибли за последние годы. Один из которых, кстати, это господин Хашоги, зверски убитый в Саудовском посольстве в Истамбуле. И, как я уже говорил, у нас сегодня президент, который говорит о лживых новостях CNN и о недобросовестной New York Times. Возвращаясь к опросу Галлопа 1972 года. 68, простите, процентов американцев доверяли СМИ. Сегодня мы, спустя несколько лет, 32%. Почему? И мы много говорили о доверии. И вопрос доверия, конечно же, ключевой с точки зрения всего, что относится к журналистике. Почему? Я пытаюсь понять, почему доверие к СМИ так упало, и не только в России, но и в США. Одна из причин, которую можно выявить, это экономическое давление, а также проблемы с точки зрения экономических обстоятельств. Именно с этого я начну. Большинство СМИ в Соединенных Штатах – это коммерческие предприятия. И, к сожалению, дурные новости продаются лучше. Значит, если льется кровь, то это найдет свою дорогу на экраны. Это циничная довольно фраза на американских телевизионщиков. Но она, конечно же... Я потом еще несколько лет был главным редактором «Голоса Америки», 4 года. Но в ABC и в CNN я, как тележурналист, имел доступ к фокус-группам, к самым разным источникам реакции телеаудитории на те или иные сюжеты. И нам бы, конечно, хотелось верить в то, что мы стремимся или можем представить сбалансированную картину хороших и дурных новостей. Но, увы, еще раз увы, чаще всего продаются именно плохие новости. Пусть даже многие люди с этим не захотели бы согласиться. Что хотят смотреть люди? Они переводят с канала на канал. И если там, значит, говорится о чем-то замечательном, тихом и спокойном, так уж мы устроены неврологически, наверное. Поэтому, когда я служил в Афганистане дипломатом, я помню, как однажды мы были в баре с пожилым коллегой. И это единственный был бар, куда он мог прийти, этот мой коллега. Это бар при посольстве. Потому что в Афганистане, как вы понимаете, алкоголя немного. Ну и у нас довольно искренняя беседа состоялась. Я его спросил, значит, Майк, а чем ты занимаешься? Он мне сказал, ну, я, говорит, пишу так называемые истории бум-бум. А именно, значит, что в этом интересно? Ну, двухминутный сюжет, во время которого, значит, взорвалась бомба. Или слышны выстрелы. Я говорю, слушайте, а вы думаете, ваш сюжет помогает людям понять, что происходит сегодня в Афганистане? Он сказал, нет. Я говорю, ну, а что же вы думаете, для чего это? Ну, я думаю, это говорит все дело в том, может ли афганское правительство как-то обеспечить себе консолидированную поддержку. Многое будет зависеть от USAID, то есть от Американского агентства международного развития, и от инвестиций. Китайцы, например, построят здесь железную дорогу и инвестиции в рудники. Он очень-очень, в общем-то, был очень-очень знающий человек. Я говорю, а хорошо, а вы хоть один репортаж об этом сделали? Он сказал, разумеется, нет. Абсолютно. Вот в том-то и дело. Потому что вы рассказываете исключительно о взрывах, о стрельбе, а потом возвращаетесь домой. А это, в общем-то, ни в коей мере не отражает всю жизнь в Афганистане. Он мне говорит, да я знаю, но мне же нужно жить, говорит он мне. И проблема эта хорошо и давно известна. Это вполне честный подход к работе. Он показывает, он ничего не искажает, он не искажает факты, он действительно показывает, как где-то, значит, произошел взрыв. Но я помню, будучи шефом отдела по связям в прессе, как раз-таки в кабульском посольстве, и я говорил одной даме, знаете, вчера афганское правительство сообщило о том, что было открыто в Кабуле более сотни, в Афганистане более сотни роддомов и родильных отделений. И, значит, афганское правительство заявило о том, что Афганистан, в общем-то, фактически вышел из позорного списка высокой детской и младенческой смертности. Вы об этом говорили? Нет, ничего не говорили. Мы, значит, только сообщили о том, что, значит, там у какой-то дороги взорвалась мина, и два человека были ранены. Ну, вот, если отльется кровь, то путь на экраны открыт. Как московский корреспондент в 90-е годы, я думал, что я все еще буду заниматься кремлинологией в 88-м году, простите. А потом я, значит, совершенно случайно оказался военным корреспондентом в Чечне. Но это, к сожалению, самые-самые страшные страницы моего пребывания в России попали на это время. И военнослужащим российским было 18-19-20 лет. А большинство, кстати, уверяю, вот по статистике, наибольшее число погибших в Грозном были пожилые русские женщины. А пенсионеры, которые жили тогда в Грозном, которые, в общем-то, любили Грозных, они, пожалуй, больше всех из гражданского населения пострадали. Экономика. Это первое. Еще одна причина, по которой люди перестают доверять СМИ, это поверхностность. Это отсутствие глубины. Вот в США сейчас, например, избирательная кампания идет. И я хочу сказать, что большая часть репортажей сегодня фактически посвящены просто каким-то фигурам в избирательной кампании, которые подаются как скаковые лошади. И очевидно, что к подлинной политической программе это никакого отношения не имеет. Например, большая часть военных репортажей CNN, они далеки от желаемого. Однажды я был на вечеринке с одним из руководителей CNN, как раз когда Трамп избирался на пост. И я сказал, мне кажется, вы отвратительно подаете эти новости. Он говорил, нет, нет, у нас отличное интервью. Да, да, я говорю, почти каждое утро я включаю CNN и вижу, как один и тот же кандидат, всегда Дональд Трамп, смеется и говорит с вашими ведущими утренних программ. А где ваша серьезная журналистика? Где ваше, например, исследование о пяти банкротствах Дональдов Трампа? Вы знаете, что этот человек пять раз объявлял о банкротстве? Что ж, он действительно был серьезен, но они, безусловно, помогли ему стать серьезным. Я имею в виду в том числе CNN. И я сказал об этом своему коллеге, я не стану, значит, называть его. И он сказал, знаете что, Дэвид, знаете, почему ваши комментарии совершенно абсолютно ненужные? Мы зарабатываем больше денег, чем когда бы то ни было в истории избирательных кампаний. Совершенно этот человек источает золото. Мы, MSNBC делает деньги, критикуя Трампа, потому что люди его любят ненавидеть так же, как любят его любить, простить за тавтологию. И поэтому он, естественно, внушает интерес. Моя матушка, значит, моя матушка, которая всю жизнь была либеральным демократом, и сейчас она очень пожилая дама, она сказала, вот это господин Трамп, его смешно смотреть. Вот обращаю внимание, это вот люди с совершенно категорически отличающимися от трампистских взглядов на мир и на политику. Как уже говорилось, кабельные каналы, в частности, находят гораздо более прибыльным заполнять эфирное время комментариями, нежели выверенными фактическими репортажами. И я должен вам сказать, что я сам иногда смотрю подобные ток-шоу, но, согласитесь, это практически не связано с нашей основной задачей, как ее видели классической журналистике. Наконец, речь идет о поколенческой смене. Сегодня меньше читают новости, и одна из причин состоит в информационной революции, о чем мы очень много говорили позавчера, вчера и сегодня. В свое время мы понимаем, что именно информационная революция привела к изменению статуса ведущих, в частности, американских газет. Фейсбук и иные социальные медиасредства, конечно, менее чем идеально для демократии, и фактически говорят о том, что людям нужны только те новости, которые они хотят смотреть. К этому приводит также снижение уровня восприятия и так называемый клиповый переход. Наконец, вспомним историю так называемых троллинговых агентств, в том числе и в Санкт-Петербурге. И речь идет не только о Петербурге, и не только о России, а о целом череде центров, в том числе троллинговых предприятий по всему миру, которые очевидно и не безоснователя полагают, что, коль скоро демократия – это открытая система, система с определенными открытыми процедурами, то это может, в конце концов, позволить тем или иным группам лиц повлиять на исходы политических баталий. Журналистика, как задача, как репортажа находится под давлением. Но так было всегда. От политиков, которые 200 лет назад пытались воздействовать на редакционную политику, я с 2011 по 2015 год возглавлял «Голос Америки», это уже после Афганистана. И вот пару историй в этом контексте, которые мне хотелось бы рассказать, потому что отчасти моя деятельность как раз состояла в том, чтобы противостоять давлению. Однажды республиканец-конгрессмен позвонил мне и сказал, «Дэвид, вы знаете, вы не критикуете иранского айатолу так, как вы этого хотели. Вы должны обрушиваться на тегеранский режим. Вы этого не делаете». И я сказал ему в ответ. Господин конгрессмен, знаете, существует устав Конгресса в отношении «Голоса Америки», который предполагает, что репортажи и передачи «Голоса Америки» должны быть беспристрастными и нейтральными. Классические, традиционные ценности журналистики. Так что, сэр, если вы хотите, чтобы я обрушивался на айатолу, то вы говорите о каком-то пропагандистском канале, а не о «Голосе Америки», и это возможно, для этого вам необходимо изменить законодательство Соединенных Штатов. Когда «Голос Америки» дает честный репортаж про Америку и рассказывает честный репортаж, например, про избыточное преследование полиции, в том числе до убийств чернокожих американцев в Фергюсоне, мы понимаем, что наша страна далека от совершенства, имеет много проблем. Когда мы честны с собой в отношении собственных проблем, представьте себе, наши рейтинги во всем мире идут вверх. Иностранцы, простите, Конгресс, говорят, ну, то, что лучше всего работает, это честная журналистика о самих себе. Хорошие новости, плохие новости. Я думаю, что, может быть, хотя это возможно только теория, поскольку во многих других странах, либо государственные медиа, что давайте представим, «Голос Америки» это и есть, поскольку у нас содержит государство, или государство само подавляет собственные СМИ и не дает им говорить о проблемах страны. И поэтому мы оказываем сервис, услуги, и при этом делаем самим себе лучше, потому что мы обсуждаем, в том числе, очень тяжелые проблемы, очень глубокие проблемы на многих вещах. Ну, то же самое, как госсекретарь, когда он меня вызывает, он говорит, вот, расскажите мне про сторону «Х», я здесь защищаю источники. «Х» нам чрезвычайно помогает в вопросах разведки. Поэтому, возможно, спасло это жизнь многих американцев. Это позволено в наших операциях против терроризма. Поэтому они имеют право просить одолжение. Одолжение – это, чтобы я с вами поговорил о том, как освещаются права человека. На их взгляд они несколько несправедливы. Вы постоянно нападаете на эту страну почти ежедневно. По правам человека я признаю, она ситуация ужасна. «Ну, может, вы немножечко ослабите свою хватку». Я им сказала, ну, знаете, господин госсекретарь, они вам дали какие-то примеры, привели? О плохой журналистике или неточности, которую мы допустили при освещении о правах человека, или мы сообщали об эксцессах, которых не было? Нет, они просто хотели, чтобы так вот, ну, не нажимали на это дело. Ну, я сказала, ну, вы знаете, я должен иметь определенные данные на руках, мне нужны факты. Я не могу просто так, я не могу это сделать просто по вашей просьбе. Но если вы попросите, чтобы они какие-то данные конкретные, то есть если они говорят, что то неточности мы публично извинимся, опровергнем. Через несколько недель выяснилось, что никаких, нечего было сказать, эта страна просто хотела получить, ну, услугу за услугу. То есть получилось, что вы делаете свою работу, то, что вас просят государства, и все еще попросят поговорить, а я со своей стороны могу вам просто отказать. Почему? Потому что американские власти должны иметь возможность работать со страной. Да, мы понимаем, что они там не жвачку жуют, а борются с терроризмом, это понятно. Но с другой стороны, я вам в этом смысле как могу отказать. Поэтому в отношении первого, в отношении верховестного права, у нас был такой устав, по которому мы были обязаны пытаться или хотя бы стремиться к правде вас. Кстати, этот устав не так, в общем, давно был принят, после Ватергейта. То есть в страхе, что еще один Ричард Никсон появится и постарается пропаганду на благо себе поставить. Поэтому некоторые государственные каналы, я, например, хорошо знаю Польшу, у меня жена полька, и я часто туда езжу, у меня там бизнес. И, конечно, как только выборы закончились, сразу начались, изменились вообще даже ведущие, потому что руководство всех телеканалов заменили. И это произошло, кстати, и в Италии. Это вообще стандарт теперь дела, стало поведение. Стандартное положение дела у себя в стране. У нас частный телеканал «Фокс», который говорит, что это та сеть, которая работает про, за трампы. И во многом остальные СМИ в основном критично к нему относятся. У нас есть более экстремальные версии чисто политического контроля и откровенная пропаганда, которая у вас в стране, Russia Today, RT, или CCTV в Китае, или Иран-пресс в телевидении, где новые цири заговоров постоянно, на каждом, по любому поводу. Я помню, как освещение РТ в отношении того, чтобы сбили рейс малахских авиакомпаний над Украиной. Так новая теория каждые полчаса была. И что его сбили украинская армия. Потом то ли ЦРУ хотела убить Путина, и потом сбила по ошибке. Потом новая теория возникла. Это то, что... То есть они меняли их каждые несколько часов. Поэтому, ну что я должен сказать, пессимизм, конечно, есть основания испытывать, есть такое в отношении СМИ, которые в эфире у меня небезразличны. Это верно, как и другие сказали, что социальные сети немножко нас загоняют в такие эхо-камеры, где мы слышим только тех людей, кто имеет одинаковое с нами убеждение. И я должен сказать, что журналисты, да, теперь, оказывается, им разрешено свои убеждения иметь, их публично разглашать, и я тоже их имею. И руководство самых богатых стран сейчас самое, что называется, бедное. То есть ваш президент Путин руководит таким режимом, который не дозволяет подлинной демократии, и где постоянно идет нарушение международного права, на наш взгляд. И это весьма серьезно. И китайский президент заявил себя президентом пожизненным. Китайская экономическая модель – огромный успех, но приемы, но вообще применение цифрового надзора над китайскими гражданами, которые взял режим, конечно, вызывает усобоченность. И президент моей собственной страны, глубоко бесчестный, неквалифицированный, негодный на должность этот человек. Похоже, ему нравится демократия меньше, и больше ему нравятся диктаторы. Вот те системы альянсов, в которые мы выстраиваемся, те друзья, которые у нас были в мире, мы их многих потеряли, потому что мы с ними сотрудничали, мы слушали их и делали то, что мы делали. И он совершенно игнорирует научные данные, которые, например, говорят о том, что нам нужно снизить выбросы углерода, и нужно вообще какие-то меры принимать для защиты планеты. Не знаю, что в России, но в Вашингтоне так меняется погода, настолько быстро, настолько стремительно, что мы все очень беспокоимся. Но я при этом не впадаю в отчаяние. При этом, потому что в США, например, то, что мы избрали демагога, имело гальванизирующий век на оппозиции. Мы видели в выборах 2018 года, где демократы теперь в большинстве в Палате представителей очень вовремя. А для прессы та же, самые худшие времена прошли. Возможно, и для России это так. Порой самые худшие времена, они оказываются гораздо лучшими для прессы, потому что есть о чем поговорить. С этого я с Вами начинала. И помимо вот этой какофонии разных мнений, фейковых новостей, троллей, ботов, люди все равно стремятся услышать голос правды от тех, кому доверяют. Журналисты показывают постоянно, что им можно доверять профессионально. И это, на мой взгляд, привлекает к ним аудиторию со временем. Есть число больше неправительственных и некоммерческих организаций в меня в стране, кто финансируется разными фондами, разными людьми, кто хочет делать мир лучше, кто занимается журналистскими расследованиями. Вот я знаю, что 75 журналистов работают только на пожертвования. Только. И все доверяют их порядочности, их репутации. И есть и публично финансируемые, простите, СМИ. В Великобритании, например, это BBC или газеты Guardian, как мы говорили с Вами до этого. Прекрасная маленькая газета есть в США сейчас между Washington Post и New York Times. Она, что называется, застряла, и она, что называется, заставила их отточить свое мастерство тоже. Поэтому New York Times сейчас 4,7 миллиона, 4 миллиона 700 тысяч подписчиков цифровых, конечно. Washington Post тоже похожая. То, что вот господин правитарам постоянно говорит, что New York Times за Катя, а тем не менее за Катя, за Катя, ничего не за Катя. У нас говорят о том, что у них увеличиваются прибыли. И говорят, что сейчас мы испытываем в США и переживаем золотой век журналистских расследований. То же самое все опросы общественного изменения говорят, что да, общественное доверие к СМИ стало вести и стало идти вверх. Раньше было 32, сейчас 42 процента сказали, что доверяют. Есть признаки того, что, ну, можно надеяться на что-то хорошее. Я думаю, что я на этом закончу свое выступление. Просто хочу еще раз подчеркнуть, что я могу предсказать одно, что такие вещи, как смерть Касоги и другие ужасающие события, которые произошли, и угрозы просек прессы, которые, они не смогут надолго заглушить чисто журналистское чутье и стремление к журналистским расследованиям. В случае США это точно так. У меня нет никаких сомнений, что у вас в регионе тоже будет так же. Люди хотят знать, что происходит. Они хотят иметь право выражать свое мнение. И я уверен, что людям, для людей правда, настоящая правда важна. И я верю, что есть настоящая правда. Реальная правда. Я думаю, очень нас обнадеживает, когда мы видим, что столько много людей присутствует в этом зале, кто так или иначе важно работать для них в соцсетях, или в традиционных газетах, или на своих местных телеканалах. По-разному же можно заниматься журналистикой, столько, сколько здесь присутствующих в зале, столько, наверное, разных способов. Тем не менее, стремятся и занимаются этой очень достопочтенной профессией. На этом я закончу выступления. Спасибо. Спасибо. Спасибо.